Сансеверия. Она же щучий хвост, она же тещин язык, она же змеиная кожа, она же мечи, как ее только не называют. А на самом деле это одно из самых неприхотливых, нетребовательных комнатных растений, которое уступает, пожалуй, только кактусам по своей выносливости. А родом из довольно засушливых мест, сансеверия успешно перекочевала на наши подоконники, в квартиры, офисы, общественное здание. А все потому, что она действительно крайне неприхотлива. Вдумайтесь сами, летом ей достаточно полива один раз в 10-14 дней, зимой раз в месяц. Помимо того, что сансеверия имеет очень оригинальный внешний вид, эти прямые листья глянцевые, с пятнами, с полосами, которые так любят различные ландшафтные дизайнеры и озеленители, она имеет огромное количество разных сортов, отличающихся цветом, формой листьев, величиной розетки. Она еще прекрасно очищает воздух в помещениях. На ее листьях как будто налипает пыль из воздуха, оседает и задерживается. Вам остается просто ее стереть или смыть. Более того, как и многие комнатные растения, сансеверия способна поглощать из воздуха различные вредные примеси, которые, извините, как бы мы не хотели, но выделяют. Наша краска, наша мебель, предметы обихода, пластика слишком много. И вот многие комнатные растения, в том числе сансеверия, эти вещества поглощают, оздоровляя атмосферу в комнатах. Именно поэтому сансеверию так любят держать многие любители комнатных растений. И, к сожалению, вот ее неприхотливость, ее нетребовательность часто играет с ней злую шутку. Про нее попросту забывают. В результате она теряет свой красивый презентабельный внешний вид. А учитывая, что сансеверия растение корневищное и имеет тенденцию к разрастанию, то со временем горшочек, в который ее посадили, она с трудом помещается и может его даже разломать. Что, собственно, и произошло вот с этой красавицей, которую мы сейчас будем спасать, пересаживать. Здесь у нас образовалось несколько дочерних розеток. Кстати, вот эти вот розетки, которые она побросала, это прекрасный способ из одного растения, которое было посажено, наверное, года 4-5 назад, получить сразу несколько. Кстати, сансеверию очень легко размножать вот этими вот дочерними розетками. Корневище постоянно дает отпрыски, которые можно отсадить в отдельный горшочек и осчастливить очередного любителя комнатных цветков. Если же ее не пересаживать, со временем она оплетает весь ком, она мельчает, теряет декоративность, ну и перестает радовать цветовода своим внешним видом. Кстати, прежде чем начать пересадку, нужно позаботиться о почве. Поскольку родом она из мест засушливых, то на дно горшка обязательно нужно положить хороший слой дренажа, не менее четверти. И почва для нее подойдет именно легкая, рыхлая. Прекрасно пойдут почвы для суккулентов, для кактусов, с минимальным содержанием торфа. Здесь есть очень тонкий нюанс. Дело в том, что, опять же, она растение засушливых мест и не выносит перелития. А избыток торфа в грунте может привести к тому, что он станет переувлажненным, задержит в себе много влаги и вызовет загнивание корней. Поэтому берем почву на основе листовой, дерновой земли. Обязательно с добавлением песка и немножечко полчасти торфа, чтобы придать какую-то рыхлость, связанность. При пересадке обязательно удаляем отмерзшие корни. Они растению не нужны и разделяем на части. И еще. У меня, к сожалению, только вот такой горшок попался. Но если вам хочется сделать сансеверий очень приятно, то запомните, она любит горшки более широкие и низкие. И, конечно, дает предпочтение горшкам глиняным, керамическим, как более естественным. Кстати, редко кто видел, как цветет сансеверия. Редко кому удавалось довести ее до такого состояния. Обычно пишут, надо создать оптимальные условия, как у себя на родине. По факту оказывается, что ей нужно устроить небольшой период зимнего покоя. Практически перестать поливать. То есть ввести ее в состояние такого зимнего стресса. Поместить ее в прохладное место, но не на мороз. Она прекрасно выносит температуры от плюс 15 до плюс 30. Даже может до плюс 5 кратковременно вынести. И вот после такого стресса вновь внести ее в теплое место, начать поливать активно. И вот тогда появятся цветы. Заметить их иногда бывает сложно. Они располагаются довольно низко, но всегда вычисляются по запаху. У цветов сансеверии обалденно приятный, тонкий, изысканный аромат. Цветочки белые, как звездочки, прячутся внизу. Стрелочка выдвигается из центра розетки и быстро зацветает. Но случается это действительно редко, если вы только сами не позаботитесь. А сейчас мы с вами попробуем рассадить вот эту вот дружную семейку сансеверий, которая уже просто расколола горшок пополам. Ей так хочется переехать на новое место жительства. И начнем мы с того, что аккуратненько выберем ее из этого горшочка. Сейчас я достану растение из горшочка. Мы его разделим на детки. Обратите внимание, как она оплела земляной ком. Везде корешки. Здесь у нас раз, два, три, четыре, пять. И совсем маленькая шестая. И так мы потихонечку ее разделяем. Здесь и корни отмершие, и побеги старые, листья. Все это мы удаляем обязательно. Растению это не нужно. Это не просто портит внешний вид. Это может стать источником какой-нибудь болезни. Поэтому аккуратненько освобождаем ее от этой почвы. Вот смотрите, видите, вот корни остались. Убираем эти листья ненужные. Вот отмерзшие розеточки, корешочки. Все, что погибло, все, что отмерло, мы отсюда убираем. Наше растение должно выглядеть прилично. Вот корешки старые. Очень мощный корень. Вот сейчас мы его аккуратненько и разрежем. И так у нас получилось два симпатичных растения. Две деленки. Вот одна. И вот вторая. Кстати, обратите внимание, вот это корневищное растение, оно уже дает новые побеги. Вот они внизу, видите? Они готовы дать новую розетку. Остатки старых листьев лучше не отламывать, лучше аккуратненько срезать, чтобы не травмировать растение. Иначе можно просто сломать эту розетку, выломать ее. Вот, красавица. Пожалуй, вот эту вот мы и посадим. Она будет смотреться очень хорошо в большом горшочке. На дно горшка насыпаем большое количество дренажа. Это можно взять керамзит, можно камушки, гальку. Я предпочитаю керамзит. Засыпаем подготовленную почву, выравниваем. Помещаем по центру горшочка, расправляя корни так, чтобы они не заворачивались вверх. Немножко заглубляем. Аккуратненько подсыпаем оставшуюся почву. Следим за тем, чтобы она не попадала внутрь розеток. Это ни к чему. Не пугайтесь, если розетки вот эти начнут крениться. Это нормальное явление после пересадки. Нам нужно будет потом их закрепить в нужном положении при помощи палочек, подвязочек. И как только корневая система как следует окрепнет, все можно будет снять. А для того, чтобы после пересадки корневую систему сансевьери не поразил корневые гнили, обязательно пролейте их раствором сенной палочки. Это не только предотвратит появление болезней, но и сделает растения в целом более здоровыми и жизнерадостными. С вами была Юлия Кондратенок и канал Про Цветок. До новых встреч!